Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне плохо от того, что моя семья развалилась, мы считаем, что я ее изменил, и какими способами не могу доказать ему обратно. Я устал быть виноват и слышать унижения, оскорбления и издевательства. Иногда он становится мягким, мне оказалось, что все потихоньку начинает налаживаться. Дышать боялась, чтобы не испортить отношения, но потом с пустого места, как атомный взрыв. Я уходил из ребенка, потом возвращался, так как мирились, пытались начаться сначала. Последний раз хватило на две недели. Я собрала все вещи, оставила ключи, и мы с сыном уехали. Кажется, добился, выжил на свой деживии. Я начала жить без него, но нет, приезжают выяснять отношения. Потом становятся ласковым, извиняются. А сегодня опять то же самое, с чего все началось. Что делать? Люблю человека, не могу простить. И не могу избавиться от него и жить своей жизнью. В первую очередь, пожалуй, хочется отметить то, что у вас, прямо так вот, очень сильно бросается в глаза этот момент, что у вас есть как будто бы противоречия. Да, то есть вы вроде как говорите, что устали быть виноватой. Да. И в то же время говорите, что не можете человека простить. То есть, ну, вам бы здесь как-то вот определиться бы, наверное, надо, вы виноваты или вы не можете простить. Потому что, как мне кажется, это не одно и то же, во-первых. Вот, во-первых, это не одно и то же. Во-вторых, ну, позиции принципиально разные. Да, в первом случае вы находитесь в позиции жертвы, во-втором случае находитесь в позиции, как бы, преследователя. Вот. Соответственно, именно это, с вами, на мой взгляд, и делает ваш муж. То есть, он ведет себя с вами. Именно так, он играет с вами в игру, да, то есть, как бы, вот, ты приближаешься и отдалайся, например, например, например. Вот, ну, тут я точно не скажу, да, потому что игр много, и, в общем-то, нужно вот этот момент просто вам увидеть, что это вот психологическая игра, вот, человека. Вот, не потому, что он, там, словно говоря, плохой какой-то, да, вот, а просто потому, что, вот, человек сам решает свои определенные проблемы, таким образом. Да, есть, конечно, вопрос, связанный с тем, что это за проблемы, есть вопрос, связанный с тем, какие у него трудности, есть вопрос, связанный с тем, считает ли мужчина, вот, проблемой то, что, ну, то, как он себя ведет, и так далее, да, но, как бы, это уже, я бы сказал, так скажем, детали. Если говорить о том, что делать вам, то я бы, конечно, предложил вам, вот, пойти на психотерапию, вот, то есть, это, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете сделать, вот, то есть, пойти на психотерапию вместе со своим супругом. Да, вот, и, в общем и целом, начать, как-то вот решать свои проблемы, то есть, накопилось у вас много обид, я, честно говоря, не думаю, что он, дело именно в том, что он думает, что вы ему изменили бы там, потому что здесь, вот, в какой-то степени, да, вопрос, ну, больше, вопрос здесь про то, что, изначально, как-то вот, ну, не было доверия, вот, то есть, изначально, вот, как-то вот, ну, не было, вот, изначально доверия у вас, или между вами, вот, понимаете, какая штука, и, соответственно, соответственно, если, вот, как бы доверия не было, да, изначально, то, ну, по большому счету, это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе отчет, в первую очередь, вот, если ваш муж, так же, как и вы, стать, это проблемой, вот, то есть, соответственно, в этом направлении, и работать вам, вам вместе с ним, ну, а я не знаю, хотите вы этого или нет, просто. Следующий аспект, это аспект того, что вы считаете себя виноватым. Что такое чувство виноватым, да, это нарушение ваших личных границ, с одной стороны, с другой стороны, аспект того, как вы обращаетесь, вот, с тем, что, грубо говоря, что, можете, допустим, сделать что-то, что-то, вот, не так, да, то есть, как вы относитесь, там, грубо говоря, к своими ошибками, да, то есть, вот, ну, вот, условно, условно, опять же, условно говоря, да, то есть, если, вот, вы, там, совершили ошибку, какую-то ошибку, да, если вы совершили какую-то ошибку, то, вот, как вы, княто, ошибки, это ошибки, ну, вот, если, вот, фразирует так, что, что, вот, вы ошибки, там, ну, вот, ну, бывает, так, да, ну, бывает, так, бывает, что, вот, ну, вот, ошибки. Как в этом случае, как в этой ситуации вы обращаетесь со своими чувствами, например, вот, если вы себя начинаете обвинять, если вы начинаете себя корить, если вы, вот, пытаетесь доказать что-то своему мужу, например, думаю, что, не только мужу, как бы, ну, идет, вот, попытка, там, что-то доказать, да, не только мужу идет, на мой взгляд, вот, то это, вот, как раз таки история про вашу самооценку и страх, что, вот, я буду плохой, да, вот, я буду, я буду плохой, и меня, соответственно, бросать, если я, там, условно говоря, не докажу, что я хороший, вот, ну, вот вам и нужно задать себе вопрос. Если вы пытаетесь доказать, что вы хорошие, то зачем вашему мужу признавать то, что вы хорошие? Вот, чтобы у него не было над вами власти, вот, зачем? Папа, из какой смысл, смысл говорят? Следующий момент. Довольно важный момент. Заключается этот момент в том, что вы не можете жить в своей жизни, обвиняя в этом своего мужа. Я бы сказал, что дело, конечно, не мужа о том, что вам в целом, в целом, ваша жизнь, как будто бы, не особо интересно. То есть, вот, ну, просто, вот, ответить себе на вопрос, да, как я иду пожить? Куда я иду пожить? То есть, семья, 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 ребенок, это хорошо. Это здорово. Но есть же еще и вы, правильно. Есть еще и какие-то ваши цели. Есть же еще какие-то ваши ориентиры. Ваши собственные личные способы о себе заявить и как вы с ними обращаетесь. Ответ, скорее всего, никак. Скорее всего, никак. Скорее всего, вы, вот, просто, ну, вот, что называется, да, стремитесь раствориться в семье и, вот, в твоем мужчине. У мужа, вот. Почему, собственно, собственно, у вас так заделается, что вам не доверяют, семья растает. Вот, защищенности больше нет. Понимаете? То есть, стремитесь к семье, это неплохо, это хорошо, стремитесь на здоровье. Просто, просто, вопрос в том, как вы это делаете. Понимаете? Тут вопрос в том, как, ну, конкретно вы этим, как конкретно вы к этому идете. Понимаете? Я думаю, что, если вы там идете только вот, ну, таким образом, например, то есть, я имею в виду, если вы только через кого-то пытаетесь, там, этого добиться, я имею в виду, добиться, достижения своих желаний или компенсации своих проблем, то вы всегда будете зависимы, к сожалению. По-другому, по-другому не бывает. Вот. Поэтому, моя идея заключается в том, чтобы выяснить у мужа для начала, считает ли он проблемой то, что вот, ну, условно говоря, да, он между вами происходит. То, что с ним происходит, считает ли он проблемой. И если считает, то, значит, необходимо вам, вам необходимо обратиться, вот, ну, вместе, вместе, вот, со своим мужем, к психологу, вот, и начать разговаривать. То есть, просто хотя бы разговаривать. Вот. Говорить об обидах, говорить о посчитаниях и так далее. Вот. Потому что по-другому проблем вряд ли решится сама по себе. Вот вы, вы, ну, если бы могли, да, если бы могли, да, вы бы, вы бы, я думаю, решили бы свою проблему уже и, как бы, все было бы у вас, ну, хорошо. Вот. А раз, как бы, не решили, вот. Ну, условно говоря, да, раз, не смогли решить проблему, вот, то уже и, скорее всего, не сможете решить, решить. Понимаете, да? Какая штука. Вот, вот, так, примерно, я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете, сейчас, с точки зрения, вот, значит, с точки зрения психологии, да, вот, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения, ну, ну, своего опыта, вот, который, как бы, у меня, вот, есть, вот, вот, наверное, как-то так. Какая-то такая история, сейчас. А, просто, чего вам, на мой взгляд, надо бы, надо бы, сейчас, отказываться, ну, сказать от того, что вся проблема, вот, измена, нет. Измена, есть ни при чем. Измена, это, типа, это повод. А, по факту, дело немножко в другом. По факту, дело в, именно, отсутствие доверия между головами и стратегии, компенсации в отношениях. В отношениях. То есть, что это значит? Когда, в отношениях люди компенсируют что-то. Вот. А, ваш муж, он, как бы, компенсирует одно, вот, вы, соответственно, компенсируете что-то другое, вот. Ну, как бы, я не говорю, что это, прямо, плохо, вы поймите правду. То есть, как бы, я не говорю, что компенсация, это, прямо, что-то ужасное. Просто, иногда, у людей, получается, как бы, находиться, ну, в компенсационных отношениях, вот, достаточно, ну, гармонично, как бы, иногда. Ну, иногда, нет, к сожалению. Вот, в вашем случае, скорее, нет. Да, то есть, как бы, скорее, не получилось. Вот. И, все проблемы, которые у вас там, ну, были, например, они все, просто, вот, что называется, начали о себе давать на... Ну, это, печальнее, конечно, это грустнее, конечно, все, вот. Но, это, решаем. Парту, вот, как бы, не решаем их, не решаем их проблем, в данном случае, нет. Вот. Поэтому, обращайтесь за помощью, мы вам с радостью поможем. Вот. И, хочу напомнить, на всякий случай, вам еще, что, вы определитесь, пожалуйста, с тем, вы виноваты или мужа, как бы, не можете просить. Вот. Потому что, есть ощущение, что вы, вот, как-то, вот, сами не определились с этим. Вот. А это, был очень такой, унывальный момент, вот, чтобы вы, вот, до себя, до себя этот аспекта поняли. Вот. Потому что, если у вас нет такой, ну, четкой позиции, то, откуда она, ну, вас, ну, ломается, и более, ну, более глобально. Да, да, да. Да. То есть, по жизни, например, вот. Если у вас в этом нет четкой позиции, то, конечно, вы будете виноваты. И, из чувства вины, будете, как-бы, злиться и не прощать своего мужа. Вот. Потому что, ну, это... Ну, вам, ну, вам, вам это будет очень тяжело. Вам это будет, вам это будет очень трудно. В таком случае. Это, в принципе, нормально. Вот. Ну, это, наверное, такая, какая-то история. Я здесь. Вот. Я очень надеюсь, что, что у меня получилось немножечко, хотя бы, ситуацию для вас прояснить, да. Я очень надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Вот. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Вот. Вы все-таки можем обратитесь за помощью к психотерапии.